Привет! В Мюнхене полно мест, которые стоит посмотреть, но мы хотим заострить внимание на интересной инсайдерской информации. Короче говоря, в этом видео мы покажем, где любят собираться местные жители Мюнхена. И материала столько, что, пожалуй, не собираются еще на несколько видео. Все эти места находятся на открытом пространстве и являются общественным достоянием. То есть любой человек в любое время может прийти со своими друзьями, пообщаться, что-то выпить, перекусить. Мы очень любим такие места, когда путешествуем, потому что они как бы отражают дух города. Дамба-Найзари в северной части английского парка, одно из наших излюбленных мест, недалеко от дома. Мы здесь часто делаем остановку, чтобы попить кофе-ка во время наших прогулок. Вообще здесь часто собираются люди, сидят на таких уступах с какой-то закуской, выпивкой, кофейком, общаются. Иногда приходят музыканты. В общем, место довольно душевное. Английский парк – это сердце и легкие Мюнхена. Кстати, английский стиль сада характеризуется своей естественностью, в отличие от французского. Хотя, например, вот это озеро, Кляйнхесселлоер, оно искусственное, и зимой его даже сливают, чтобы почистить дно. Парки местные чем только не занимаются. Гуляют, устраивают пикники, занимаются спортом. Зимой катаются на санках. Моноптерос, невозможно пройти мимо этой ротонды. И, кстати, это отличная обзорная площадка с видом на Мюнхен. В ясную погоду из павильона открываются виды на луга и башни центра Мюнхена. Моноптерос – это круглый храм в греческом стиле на искусственном холме. Был построен в 1837 году. В 60-х годах Моноптерос был местом встречи субкультур, например, хиппи. С тех пор он считается символом мюнхенского космополитизма. Чем, собственно, и пользуются местные? После выходных здесь просто масса каких-то бутылок из стекла. Одно из излюбленных мест в Англишгардене, не только гостей, но и местных, китайская башня с Биргарденом. Деревянная китайская пагода была построена в 1789-м. В то время в моде был китайский архитектурный стиль. Здесь часто выступает оркестр прямо в башне. В теплое время здесь Биргарден. Второй по площади в городе. А зимой устраивают рождественскую ярмарку. Переместимся на набережную реки Изар. В любое время года вдоль набережной люди отдыхают, гуляют, устраивают пикники, занимаются спортом. Здесь их всегда дофигища. И это вообще отличное место для проведения досуга. Уже осень, сейчас примерно 10 утра, и здесь уже довольно полно народу. А представьте, что бывает летом. А летом здесь яблоку негде упасть. Люди загорают, местные группы выступают с концертами, и даже пандемия никого не напугала. Напротив башни собора Святого Максимилиана. Собор в народе называют Нотр-Дам на Изаре. Поставьте лайк или ответьте в комментариях. Хотели бы вы, чтобы мы сняли ролик про парки в Мюнхене? Хочется отметить, что парки в Германии просто отменны и играют важную социальную роль. Мы находимся на Королевской площади Кёнингсплац, одной из самых значимых и популярных площадей в центре Мюнхена. Площадь представляет собой открытое пространство с большими газонами, где в летний период проводят различные мероприятия и концерты. Ворота площади Пропилеи – копия входа в храм на Акрополе в Афинах. Глипнотека с коллекцией античных скульптур, а также музей древнегреческого искусства. Площадь располагается в районе культурной жизни Мюнхена. Как его еще называют – музейный квартал. Поскольку тут рядом университеты, то всегда полно студентов. Хофгартен. Недалеко от знаменитой Одион Плац, где так любят бастовать баварцы. Тоже очень популярное место. Я здесь часто проезжаю на велосипеде, и здесь просто не протолкнуться от студентов. Они занимают газоны, сидят, что-то общаются, тусят. Но не только молодежь здесь отвисает. Более старшее поколение во дворе по соседству играет в питанг. Это такая игра, где используются металлические шары. Товарищи очень увлечены. А теперь переместимся к следующему пункту. А теперь пройдемся по знаменитому рынку Мюнхена – Виктулин Марк. Здесь царит непередаваемая атмосфера. Чего тут только нет. Где-то жарят знаменитые баварские сосиски. Разливают пиво. А при лавке буквально ломятся от обилия разнообразных предложений. Всевозможные овощи и фрукты, местные грибы, даже трюфели продают. Конечно, спиртное, вина. Отдельно стоит отметить сырные и мясные лавки. Виктулин Маркт появился в 1807. И сейчас тут продают только тщательно отобранные баварские продукты питания. Цены на многие продукты выше, чем в целом по городу. Но зато покупатель может не сомневаться в их качестве и свежести. Народа по субботам здесь всегда много. Кто-то собирается попить вина в кругу друзей, кто-то сидит в традиционном биргардене или делает быстрый перекус колбаской с булочкой. Таков мюнхенский стиль жизни. Вот еще одно классное место, которое мы также любим посещать. Находится оно за восточным вокзалом. И для нас это глоток свежего воздуха среди сдержанных районов Мюнхена. Здесь много интересных кафешек, баров и постоянно проводятся какие-то мероприятия. Этот небольшой район – отличный пример того, как хорошее городское планирование и архитектура могут творить чудеса. Индустриальный стиль с контейнерами плюс зеленение – современно и круто. Можно еще покататься на колесе обозрения. А вот там прямо на крыше бар и ферма, про которую рассказывала Жанна Бадоева в программе «Жизнь других». Это место дышит свободой. Впереди еще будут сюжеты про классные места в лучшем городе Баварии. Ставь лайк, подписывайся и не забудь поставить все уведомления. Пока! Это сейчас молодежно. А гвоздя? Начни йогой заниматься. Это уже, конечно, не так модно, но... Поза ничего не делая. Как она там? Савасанна какая-нибудь. Все, йогой я уже позанимался. Я уже так долго не могу.